Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Президент Санду обратилась к жителям Кишинева с призывом прийти на избирательные участки в день досрочных парламентских выборов, которые состоятся 11 июля. Видеообращение главы государства к кишиневцам опубликовано на ее официальной страничке в соцсети Facebook. Уважаемые кишиневцы, 11 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Это наш шанс очистить политический класс и приблизить политиков к народу. Именно вы решаете, кто будет в составе следующего парламента и правительства. Вам решать, как быстро мы сможем избавить страну от коррупции и нищеты. Очень многое зависит от парламента и от парламентского большинства. Так давайте воспользуемся возможностью избавить страну от воров. Призываю всех принять участие в выборах 11 июля. Голосуйте 11 июля, говорится в обращении. К слову, лидер президентской партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу назвал ПДС первым в Молдове политформированием, которое получает легальное и прозрачное финансирование. Такое заявление он сделал сегодня, 6 июля после опубликованной накануне статьи в бельгийском издании New Europe, в которой утверждается, что Запад вложил в их избирательную кампанию около 56 миллионов евро. С момента своего основания ПДС обратилась к гражданам с призывом поддержать нас небольшим пожертвованием для проведения чистой политики. «Мы благодарим 1404 граждан, сделавших пожертвования в рамках этой кампании», отметил Гроссу. Ранее Центральная избирательная комиссия установила, что 18 спонсоров партии «Действия и солидарность» не являются платежеспособными. Они жертвовали суммы, не имея дохода, или их доход являлся значительно меньшим, чем суммы, пожертвованные в пользу ПДС. Теперь этих людей проверит налоговая инспекция. Журналисты New York провели расследование о том, как и кто финансирует партию «Действия и солидарность» и президента Майи Сандо. Согласно материалам издания, молдавским НПО выделено 1,45 миллиона евро. За счет этих средств оплачиваются эксперты и политические обозреватели, работающие в контексте предстоящих 11 июля досрочных парламентских выборов. Также западные партнеры оплачивают работу интернет-троллей Сандо из Румынии, Украины и Белоруссии, услуги которых обходятся в 120 тысяч евро. Расходы на обслуживание телеграм-каналов предусматривают еще 20 тысяч евро, 58 тысяч 500 евро выделены на производство карикатур и так далее. Согласно документам, большая часть денег поступает из двух стран – Германии и США. Румыния, Польша, Чехия, Швеция, Великобритания и Италия присоединились к этому финансированию. Журналисты несколько недель работали над проверкой этих документов и получили подтверждение от независимого источника в секретных службах своей страны, а также от некоторых политиков, которые говорили о причинах этой массовой, а иногда и очень открытой поддержки. Роль Республики Молдова возросла в контексте войны на востоке Украины и присоединения Крыма к России. Запад хочет навсегда вырвать эту страну из сферы влияния России, заключили авторы New Europe. Как сообщалось и Эдейли, по планам США и Евросоюза к власти в Молдове, должна прийти проевропейская коалиция во главе с Партией Действия и Солидарность. Ориентируясь на европейскую интеграцию президент Санду продвигает укрепление сотрудничества с НАТО и участие Республики в проектах Восточного партнерства, направленных на военный союз с Украиной, Грузией против России в Черноморском регионе. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и переходите на наш сайт.